Диметриус Джонсон. На первый взгляд, это обычный парень, ничем не отличающийся от других. Только поломанные уши могут выдать его род деятельности. Но если кто-то этого не заметит, то просто примет Диметриуса за обычного человека с ростом 160 см, который вряд ли похож на бойца. Несмотря на все это, Джонсон на данный момент самый доминирующий боец и чемпион организации UFC, который уже успел победить лучших бойцов в своей весовой категории, а также стать лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Стефан Штруве. Этот боец UFC с ростом 210 см никак не похож на бойца, скорее волейболиста или же баскетболиста. Многие не поверят, что с таким ростом Штефан дерется в клетке, но его выдающиеся габариты во время боя приносят ему только пользу. Стефан стал пока что единственным бойцом, который сумел нокаутировать действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Степе Миочича. Но есть и обратная сторона его большого роста. Это болезнь сердца, которая не раз снимала бойца с предстоящего боя. Кенни Флориан. Бывший боец UFC. Дрался с Жозе Альдом, Би Джей Пенном и Джо Лоузеном. Очень опытный и зрелищный боец. Последний раз дрался 5 лет назад. Сейчас работает аналитиком на телеканале. Кенни всегда очень добр и открыт в общении. Очень часто улыбается и хорошо одевается. По внешнему виду у него складывается репутация доброго и хорошего парня, но никак не бойца ММА. Рори Макдональд. В обычной жизни Рори похож на обычного, ничем не примечательного парня. Многие шутят и говорят, что он похож на серийного убийцу. Но этот боец уже успел победить таких бойцов, как Тайрон Вудли, Дэмиан Майя и Нейт Диас. Джо Лоузен. Этот парень, который практически в каждом бою в UFC забирает какой-нибудь бонус вечера. Будь то лучший бой вечера или лучший удушающий. При первом взгляде на Джо появляется мысль, что он обычный человек с обычной жизнью, но никак не боец. Хотя его уши также могут выдать его. Субтитры создавал DimaTorzok